Сегодня расскажу про платный видеоредактор InVideo I.O. Стоит от 15 долларов в месяц, ну такое. Но в принципе, если у вас нет времени разбираться с бесплатным DaVinci, а вам нужно по-быстрому усвоять что-то для инстаграм или ютюб, вполне годное решение. Простой редактор, много фишек, ориентировано, что называется, на пользователя. Сразу скажу, что я не люблю подобные вещи. Мне нужен полный контроль и желательно бесплатно. Здесь, как я сказал, это стоит от 15 долларов в месяц, но это при оплате за год. При помесячной оплате стоить будет минимум 30 долларов в месяц. Это недостаток, посмотрим на достоинства. Значит, вы можете создать видео по темплейту от InVideo. Также заявлена генерация видео из текста с помощью нейросети. Даже не буду показывать. Это кошмар. Видео на основе стоковых медиа и, собственно, редактор, то есть чистый лист. Редактор и откроем. Соотношения сторон не настраиваются. Есть три предустановленных. 16 на 9, горизонтальная, вертикальная и квадрат. Возьмем горизонтальная. И нам предлагают загрузить какой-то файл. Ну, собственно, ваше видео, которое вы собираетесь монтировать. Исходник. Здесь хранятся файлы проекта, то есть исходники. Вот этот плюс добавляет исходник в проект. Дальше все, в принципе, как в большинстве видеоредакторов. Есть таймлиния и монитор окно просмотра. При том, что редактор достаточно простой, все равно рассказать подробно о нем у меня не получится в одном видео. Так что очень по верхам. Это масштаб таймлинии, это длина ролика. То есть мы его сейчас укоротили, отрезали какую-то часть. Сейчас он у нас на одну минуту. Можно удлинить и он будет, как и был, даже длиннее. Тут видите таймлапс, то есть здесь он начинает ролик сначала и приклеивает к концу предыдущего. А здесь куча дополнительного контента от разработчиков. Вот, например, стоковые фото, которые также можно добавлять в проект. Жалко, перетягивание не работает. Вот такая вот бабочка и мы ее можем вставить в любое место ролика. И в ролике также в любую часть экрана. Или можно развернуть на весь экран. И даже покрутить. Ну то есть при такой конструкции у нас будет идти видео и в какой-то момент появится бабочка. Ну точнее в тот момент, когда мы решим, что ей пора появиться. Причем то, как она будет появляться и пропадать, также можно настроить. То есть у нас есть эффекты переходов. Вот это In, то есть начало. И куча всяких штук. Вот, например, Zoom, то есть она будет появляться через увеличение. И длину эффекта, то есть насколько быстро это будет происходить, мы также можем настроить. Вот так вот медленно выплывает. А сейчас мы запустим ее через Fade, то есть изменение прозрачности. И также можем настроить Out, то есть как она будет исчезать. Например, тоже через Fade. И также мы можем добавить сюда другие элементы. Например, текст. Тут есть шаблонные тексты, но они все равно дополнительно настраиваются. Можно вставить чистый текст и настроить эффекты переходов самостоятельно. При такой конструкции у нас бабочка и текст появятся одновременно. Так текст будет на бабочке. А так текст будет под бабочкой. То есть тут есть иерархия слоев. В видео он показывает дорожку, которая наверху. В аудио проигрывает все дорожки одновременно. Да, тут есть аудио и также куча предустановленных от разработчиков, разбитая по настроениям. Вот у нас аудио дорожка. То есть вы кидаете музыку, на другую дорожку голос, еще какие-нибудь звучки и все это проигрывается одновременно. Можно регулировать громкость дорожек. А также те дорожки, которые вы боитесь случайно подвинуть, можно заблокировать. А потом также разблокировать. По слоям есть настройки. Кроме эффекта переходов, тут есть разные. Например, цветокоррекция. Непрофессиональная, конечно, но лучше, чем ничего. Настройки по слою появляются, когда вы выделяете слой. Тут название вашего проекта, который, когда вы закончите, можно выгнать в разрешении HD или Full HD, но только на платном тарифе. Тут есть Free, но он не дает возможности выгонять видео. То есть в каком-то смысле он бесполезен. А вот здесь можно выгнать до 60 HD видео в месяц. В принципе, более чем достаточно. Но еще раз, 15 это при оплате за год. При помесячной оплате это уже будет стоить 30 долларов в месяц. Я все-таки остаюсь при своем мнении, что лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Мои уроки по Da Vinci базовые. Суммарно там часа полтора. И если вы склонны к обучению, то через полтора часа вы получаете бесплатный инструмент, дающий вам в десятки раз больше возможностей, ссылка в описании. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.